Всем привет! Впереди выходные и мы уже готовы обсудить, чем же можно заняться в предстоящий уикенд в нашем городском округе. Подготовили для вас обзор на самые занимательные мероприятия. В театрально-концертном центре Щелковский театр 20 октября в 16.00 состоится концерт духового оркестра под названием «Музыка, театр и кино». Главный дирижер – Александр Базилюк. В программе прозвучат известные музыкальные композиции и песни отечественных и зарубежных авторов. Приходите! В выходные дни – отличный повод посетить какую-нибудь интересную выставку. Если вы тоже так считаете, то предлагаем вам заглянуть в Щелковскую художественную галерею, где с 18 октября можно будет рассмотреть яркие и красочные картины Константина Мирошника и Натальи Кургузовой-Мирошник. Их персональный проект живописи носит вполне говорящее название – «Блистающий мир». Не пропустите! А как насчет физической активности? Так как уже наступили холода, самое время подумать о катании на коньках. На улице, конечно, пока еще это делать рано, поэтому предлагаем вам отправиться на ледовую арену, которая находится на улице Фабричная 4. Кстати, а вы знали, что для некоторых действует акция «Добрый час», которая означает, что вы сможете покататься совершенно бесплатно? Для детей из многодетной семьи или из семьи, попавшей в сложную жизненную ситуацию, лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, пенсионеров, школьников, студентов высших и среднеспециальных учебных заведений, предоставляется час катания, за который не нужно платить. В субботу, например, это можно сделать с 10.45 до 11.45 утра. В кино на этой неделе вышло два фильма, которые, уверены, вас заинтересуют. Первую новинку, думаю, ждали очень многие. 17 октября на больших экранах стартует продолжение сказки «Малефисента. Владычица тьмы». Действие фильма происходит через несколько лет после финала картины первой части, в котором самая знаменитая злодейка Дисней наложила злые чары на малышку-принцессу Аврору. На этот раз сюжет продолжает изучать сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой. Зрители узнают о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существ, которые в нем обитают. Также в прокате по-прежнему русский фильм «Девушки бывают разные». Что ж, с названием, конечно, не поспоришь. А вот о чем расскажет нам сюжет. Это история о трех друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все, как полагается, океан, девушки и золотой песок. История не предвещает неожиданностей, но не для наших героев, которые первым делом, как следует, отметили свой приезд. С трудом проснувшись на утро, парни обнаруживают себя посреди пляжа. Они в замешательстве и не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память. Оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их теперь убить. На сегодня это все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Увидимся ровно через неделю. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok